Первичное вскрытие упаковки, в которой должно быть два гаджета. Вау! Та-дам! Ну что, ребятки, дошло дело и до кнопочников на андроиде. Ну, андроид, правда, тут урезанный, я бы так сказал, кастрированный, но ничего. Посмотрим мы на такое творчество. Не всем нужны всякие навороты, огромные экраны, видосики. Некоторым достаточно что-нибудь попроще. И мы это дело сейчас изучим. Во-первых, у нас на борту 1 гиг оператива и 4 накопитель. Экран 2,4 дюйма, 240 на 320, баночка 3,300, нефиг ваш себе. Камера 2 мегапикселя, единственная. Булыжник. Маленький булыжничек. Далее нас ждет инструкция, как вы видите, целых три слота, две симки и карта памяти. Органы управления указаны. Русский в наличии. Описание основных функций, извлечение аккумулятора и все такое. Как отправлять смс, как включить. И САР меньше двух. Три уровня защиты, IP68 и все такое. Безопасность. Ну, короче, вы поняли. Как всегда. Так, смотрим, что у нас в комплекте. Провод Type-C на Type-A для зарядки. Относительно упругий. На ощупь 2,3 А. Инструмент для выкручивания этого всего. Зарядочка. Blackview. 5 Вольт, 1 Ампер. Сейчас попробую. О, вот как-то так вы, наверное, увидите. Итого 5 Ватт. И, внимание, кредл. Кредл для зарядки смартфона. Смартфончик пробуем вытащить, ничего не сложив. Вот так. И вот у вас два контакта. Молодцы, Blackview. Соответственно, вы его вот так вот ставите. И он у вас будет заряжаться. Для того, чтобы вот так поставить. И он так начал заряжаться. Нужно к нему подать лепестеричество. А я не могу. У меня все кабеля заняты. Нет, есть один свободный. Только он что-то коротковатый какой-то. Так, сейчас все, если не сломаю, то подключу. Пробуем подрубить. Ставим. И смотрим. О, аккумулятор нарисовался. Соответственно, заряд пошел. Соответственно, все круто. Но от себя замечу. На экране, само собой, пленочка транспортировочная. Она матовая. Кстати, заряд 100%, говорит. Соответственно, ее рекомендую снимать. Далее. Будем все-таки откручивать. Инструмент доставать лень. Можете не спрашивать. Ух ты ж, блин. Как хорошо затянуто. А поскольку инструмент доставать лень, берем обыкновенную отвертку. Причем здесь очень широкий шлиц. Здесь можно не только отверткой. Здесь можно и монеткой, по-моему. Нифига себе. А шлицом реально сложно даже. Кстати, тем временем напомню. Вот эту штуку тоже надо отклеить. Потому что она со временем стирается. Точнее, как сказать, с нее стираются надписи. Сама-то наклейка никуда не денется. А надписи с нее обычно стираются. Продолжаем вскрытие. Да, ё-моё. Да. Затянули ребятушки очень хорошо. Видимо, там очень хорошая основа. Куда это дело все вкручивается. Камеру все уже увидели. Рядом с ней динамик, как я понял. Аккумулятор уже установлен. Кстати, обратили внимание, да? 100% было. Господи, 100 градусов, хотел сказать. Спереди у нас фонарик и порт под наушники. Хорошо, что есть отвертка, когда нет ногтей. Да, 3,5 стерео, 4 пин, скорее всего. То есть и наушники, и гарнитуры, пожалуйста. Качелька громкости у нас получается слева. Справа фонарик. При выключенном аппарате не работает. Снизу у нас, во-первых, контакты для кредла. А во-вторых, порт для зарядки Type-C. Круто. И место для крепления ленты. Кстати, аппарат разборный. Обратите внимание, болтики. То есть аккумулятор – это фигня. Можно вообще все, что угодно там будет менять. Не только аккумулятор имеется в виду. Так, продолжаем откручивать, пока не произойдет процесс разъединения. А вот этот держит единственный, походу. Все, по-моему, отвалилось. Ага, болтики можно потерять. Шайбочку на них сзади не накинули. Герметизация происходит за счет кантика. Видите, наверное, выпуклость такая по периметру. Который прижимается вот к этой вот прокладочке. Аккумулятор у нас вынимается вот таким вот образом. Увесистый. Увесистый. И вот они, три слота. Две симки. Кстати, нано или микро. Надо проверять. А для этого берем свои действующие сим-карты. Режим самолетика. Так, погасись экран. Вытаскиваем сим-молоток. Раз, два. И пробуем их сюда поместить. Раз, два. По-моему, нано. Сим-один МТС. Да, нано. И два. Я сказал два. Еле два. 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 Эть. Есть. Карту памяти я пока сюда вставлять не буду. Но я, честно говоря, его и собирать не буду. Сейчас только это дело вот так соберу. Защелкну. И попробую включить. Как интересно. Там еще сетка какая-то многоярусная. Включаем. Blackview. Enabled chaos. Если прочел неправильно, но поправьте. Кстати, для аккумулятора есть даже амортизирующая такая вот вспененная. Не, не конструкция. Пластина. С чего-то вспененного. Не, пока система не загрузится, это не работает. Тем временем вспоминаем, что такое кнопочки. Вот вам звук. У нас есть функциональные две. Позвонить, положить трубку. Джойстик. Кнопка ОК. Цифровая клавиатура. Включая ноль. Звездочку и решетку. И вторые функции. Отключение звука. Блокировка. Readout mode. Please press left software key. Нифига себе. Она еще разговаривает. О! Вибра чувствуется. Русский будет? О! Русский был. Здесь. Если вы не можете делать, вам нужно все, чтобы за вас читали, тогда нажмите. А, далее вон, внизу. Вот это. Опа. Поиск сети. 4G, кстати, обратите внимание. Это у меня первый маленький аппаратик с 4G. Это круто. Это Wi-Fi. Он предлагает подключиться. И надо набирать пароль. Это будет вообще жесть. Так, короче, пароль без вас. Пробуем. Первая буква должна была быть большая, а она маленькая. Проверим, роутер примет или нет. Видите? Вообще, по идее, должен принять. Плевать, по идее, какого размера первая буква. И? И... И Бобик умер? А экран не сенсорный ни хрена, да? Понятно. Значит, меняем первую на большую S. Чем у нас очищается? А вот интересно, удаление чем? Опа. Или вот так удаляется? Как удалить-то, блин? Да, ребятки. Может так? Точно. А как большие сделать? Так. Кто помнит, как делались большие буквы раньше? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я реально не помню. Нет. А, вот, изменения. И сюда тогда большую. Подключить. Есть. И подключено, и интернет в наличии. Разрешить. Я старше 16. Разрешить. Разрешить. Далее. Принять. Далее. Нет SD-карты. Ну, извините. Джойстик вверх. Это будет верхняя шторка. K-Store. Это, видимо, программы скачивать. Прикольно. Во. Громкость. Фонарик. Яркость. Ага. Ступнями. Ой, ступень. Тьфу. Ступенями. 10, 40, 70, 100. Далее. Режим полета. Это у нас Wi-Fi. Это у нас мобильный интернет. Это у нас Bluetooth. Допустим, включили его. Выключили этот. Так. Назад. Это выход. Вау. Смотри. Так. Я опускаю камеру, чтобы это все вам было крупнее видно. То есть, выходим на рабочку. И нам сразу предложение было. А, вот так. Нажимаем вниз. Тогда в него заходим. Скачать бесплатное приложение. И вот мы заходим в приложение. И сейчас мы будем, наверное, что-то качать, если оно есть. Короче, дети без игр на таком аппарате не останутся. Но при этом программ немного. Понятно. Влево. Это у нас левое менюшка. Так. Надо, чтобы вы видели, что я пальцами тыкаю. Так. Выходим. Это с карточками. Это было вниз. Левое менюшка. Вот она. Нажимаем влево. Например, карты открываем. Он должен понять, где я, по идее. Разрешить. Показать карту. Увеличить можно. Вот мой квартальчик. Вот мой квартальчик. Вот он и дома начал прорисовывать. Ну, короче, карты работают, но привычка с сенсорным экраном пользоваться никуда не денется. Первое время будут глюки в голове. Сейчас надо свой дом найти. Фитлайн нашел. Пустырек. Северный. Ага, значит левее. А, вот 535-я школа. Нашлась. Что-то как-то он... Не шибко видит школу. Не шибко видит меня. Как будто еще прогрузить не успел. Ну, короче, вот так. Сейчас он должен меня найти. Мы ему разрешили. Обратите внимание. Поиск. Два спутника, судя по всему, пока он намекает, что ему это маловато. Ну, как, ну, я не пойду. Ладно, в общем-то. Чисто теоретически это все не важно. Главное, оно есть. На таком маленьком аппарате даже из-за эски, остановки. Места поклонения по-русски памятники. Ладно. Центральная кнопка. Магазин Кайос. Вот он. Там программ немного пока, как вы видите. Далее у нас идут контакты, журналы вызовов, погода. Занатриговали. Ну, соответственно, тоже завязано с тем, что он еще пока меня не нашел. Ну, город можно, наверное, руками выбрать. Кстати, заметьте, на клавиатуре русских немае. Угу. То есть мы еще не можем... Блин. Да. Понятно. Короче, ребята, проще дать ему самому найти город, чем здесь что-то вводить. Ладно, тоже все, как говорится, отвалимся. Это у нас игры. О-о-о. Игра уже изначально много. Это у нас сообщения. Настройки. Настройки автоматической передачи данных. Ага, то есть даже неизвестно, с какой симки. Зашибись. Или что, с обеих, что ли, будет сразу? А, нет, передача данных. Не-не-не, стоп. Так. Короче, ребята, буду, видимо, разбираться с ним глобально. Потому что, если он мне включит в этого стиле 2, интернет, мне это нафиг не сдалось. То есть, это у нас, я так понимаю, специальные возможности, калькулятер, заметки, диктофон и конвертер. Кстати, давайте диктофон, что ли, проверим. Ну что, проверяем запись микрофона. Аппарат Blackview N1000, по-моему. Ой, нет. А, да, N1000, все верно. Ну что, проверяем запись микрофона. Аппарат Blackview N1000, по-моему. Ой, нет. А, да. N1000, все верно. Заново нам, пожалуйста. А как назад? А, вот так. Ну что, проверяем запись микрофона. Аппарат Blackview N1000, по-моему. Ой, нет. Ну, средненькая громкость. Достаточно, но не супер. Можно сохранить как мелодию, сохранить фонотеки. Можно удалить. Также есть конвертер величин. Ладно. Далее у нас музычка. Он говорит, у вас на карте нет музыки. Вообще у вас нет карты. Идите вообще лесом. Календарик, заметки. То есть гугловские не завезли. Напоминаю, назад, отмена, удалить. Это все повесить руку. Видео, имейл, сканер QR-кодов, FM-радио, без гарнитуры, ни FM-радио. Файлы. Доступ к карте памяти нарисуется. Если карту вставить. Средства очистки и СТК. Что за СТК? А, это SIM-меню называется. Ну вот как-то так. Снизу красивые квадратики. Сверху шторка. Слева левые менюшки. Справа камера. А, увеличить. А, масштабировать. Ну, качество как-то так себе. А, я еще заляпал. Когда я разбирал. Очищаем. Попытка номер два. Предпросмотр. Масштабировать. Увеличить. Ну да, лучше стало. Но я бы не сказал, что я супер-бувер. Но что вы хотите? Два мегапикселя заявлено. Не более. МТС РУС. Теле два. Браузер есть. Кстати. Ой, блин. Ну, короче, явно аппарат, судя по всем этим настройкам. Для ребёнка. Так. Тут ещё быстро успеть надо, да? Здесь всё-таки правильный набор. Так. Удалить. Сейчас проверим, мой сайт будет тут работать или нет. А где звёздка? Точка. Точка. Советы даже есть. Работает. Смотрите-ка. Вот так вот, ребяточки. Короче, за последние годы это первый аппарат компании Blackview с большим, ну, относительно большим, но в то же время легко съёмным аккумулятором. Так, походу мы тут наглухо, да? Пока он сайт не загрузит. Вот так. Длительное удержание рулит. Который нужно настраивать. Нужно въезжать, что вообще он от вас хочет, чего вы от него хотите. Потому что, например... О, диспетчер сим-карты. Понятно. Вот он, то, что мне нужно. Интернет. Вот. МТС. Всё верно. Тогда всё хорошо. Вызовы. В ЛТЕ. Или Wi-Fi. Вызовы. Ну, в общем, всё. Всё заработало, считай. Далее я аппарат изучу. И вам об этом всём, конечно же, расскажу с радостью. Нет, всё-таки YouTube я не могу удержаться. YouTube я проверю. Как многие говорят, потыкать в YouTube. У нас трюбчик. Ну, ты что? а воспроизвести наверное просто нажать на него нажимаем точно и ютубчик пойдет на таком маленьком экранчике ночью круто поворот работает или кнопочкой я думаю кнопочкой вот точно и пошла кимошка но звук конечно вы слышите я думаю нет это громкость на кино идет значит ютубчиком мы дружим многозадачность видимо не завезли потому что нажатие на повесить трубку не выскакивает рабочку а просто делает шаг назад но при этом он говорит что браузер будет только свернут так мне время как-то понять как изменить им было бы все круто так то у нас контакты у нас уведомления да что ж ты будешь делать то новости вдруг появились откуда-то о персонализация экран дата и время короче восемнадцать раз восемь получилось ой с этим я отмаялся далее перехожу к изучению аппарата а для вас финал очка металлических вставок по периметру корпуса не наблюдается кроме контактных площадок для дока микрофон здесь в клавиатуре дырок нету грязь она уже моется по новым русских букв на клавиатуре пока нет если не закажет кто-то большую партию с русскими русские вряд ли появится фонарик сверху язык вообще какой-то непонятный длительное удержание все-таки его включает наш довольно таки яркий фонарик ну вот короче как то так google через kios то есть поисковик встроенный есть все перехожу к изучению и попытаюсь понять к чему можно применять этот kios на практике а